Электродуговая сварка Привет, меня зовут Стив Блайл, и я сварщик. От производства и до ремонта, от ремонта и до производства. Дуговая сварка наиболее общий и универсальный метод соединения металла. Это СМАВ, дуговая сварка металла в защитной среде. Электрический ток от сварочного источника образует дугу между основным металлом и расходуемым электродом. Сварочный электрод. На электроде горит обмазка, которая выделяет газ, защищающую область контакта от контакта с кислородом. Окружающий газ пригорает и плавит металл. При этом металл с электрода переносится в сварочную ванну. Когда вы будете учиться сварке или что-то чинить первым шагом, будет научиться хорошо вести сварочный шов. Перед тем, как начнем сжечь электроды, мы узнаем о применяемом оборудовании. Начнем со сварочного аппарата. Работа сварочного аппарата проста. Обеспечить большой регулируемый ток, идущий к электроду. Независимо от его размера или его формы, аппарат дает переменный или постоянный ток на электрод. Этот небольшой аппарат дает оба вида тока. Главная особенность аппарата переменного тока – простота. Простой трансформатор дает больший ток за те же деньги. Этот выдает 225 ампер на переменном и только 150 на постоянном токе. Если рассмотреть переменный ток, то мы увидим, что электроны движутся туда и обратно. Направление тока меняется и при переходе тока через ноль. Дуга рвется, поэтому электроды должны быть с покрытием, которые будут стабилизировать дугу через пропуски тока. Поэтому если вы используете аппарат переменного тока, вы должны использовать электроды для переменки. Профессиональные сварщики используют постоянный ток. Мы используем 250 ампер аппарата постоянного тока. Постоянный ток дает поток электронов одного направления. Полярность определяет направление движения потока электронов и зависит от того, как подключены провода к положительной и отрицательной клемме. На сварочном аппарате они дают возможность выбрать полярность. Обратная полярность. Плюс на электроде, минус на клемме «Земля». Известно, что ток идет от отрицательного к положительному контакту. Поэтому электроны движутся от металла на электрод. Это приводит к сильному нагреву конца электрода. Для обычной сварки используется плюс на электроде. Электроды используют DC-EP с электродом позитивным. DC-EN, или DC-minus, это прямая полярность, минус на электроде, плюс на клемме «Земля». Ток идет от электрода к металлу. Электрод холодный, а металл горячий. Это используется в специальных электродах для скоростной сварки листового металла. Когда вы начнете варить, скорее всего, это будет аппарат, который стоит перед вами. Он подходит для основных работ. Вы смело можете им сваривать. Запомните, что разные аппараты варят по-разному. Не существует двух абсолютно одинаковых машин. Поэтому при обучении старайтесь использовать только один аппарат. Насколько это возможно. Итак, также важны изолированные медные провода. Есть четвертого размера, третьего, второго и одной десятой. Чем больше номер, тем меньше сечение. На конце основного провода ставится быстросъемный зажим. К нему присоединяется 4-метровый провод тип 4 с держаком. Это называется плетка. Он более гибкий и с ним проще работать. Это держатель электродов на 200 ампер. Есть и крупнее, на 250 ампер или 300 ампер, но они используются для толстых электродов и больших токов. Для обычного применения 200 ампер удобнее. Я называю его пассатижи. Есть другой вид держателя. В него вставляется электрод и поворачивается ручка. Если нужен электрод под различными углами, вы можете просто согнуть его у основания. Также нужна клемма земли. Также используется с быстросъемным зажимом крокодил. Яркость дуги очень высокая. Вам нужен светофильтр для того, чтобы увидеть расплавленную ванну и для того, чтобы защищать глаза от ожога. Они бывают с номерами от 8 до 14. Меньше цифры, светлее фильтр. Люди по-разному чувствительны к свету. Фильтр 8, C2, светловат. В производстве рекомендуется десятка, C4. Я использую девятку, C3. Фильтр должен защищать глаза. Но вы должны ясно видеть сварочную ванну. Если вы используете толстые электроды и большие токи, то вы должны применять фильтры с большим номером. Фильтры достаточно хрупкие. Чтобы защитить фильтры от искры или царапин, используйте защитные пластиковые стекла спереди и сзади. При сборке маски используйте уплотнитель и клипсу. После установки фильтра, посмотрите на свет, убедитесь, что нет зазоров. Когда начнете варить, проверьте снова. Если есть засветка, вы гарантированно получите ожог сетчатки, то есть зайчика. Заменяйте защитное стекло, когда оно заморалось или поцарапалось. Чистота стекла это очень важно для четкого видения сварочной ванны. Последнее, что нам надо, сварочный электрод. Давайте посмотрим на электроды общего значения. В этом видеоуроке мы рассмотрим, как правильно выбирать электроды для тех работ, которые вы собираетесь проводить. Главное знать два критерия. Первый критерий – это свариваемый металл. И второй критерий – это требования, которые предъявляются к данной конструкции. Но если говорить о первом критерии, тот металл, который вы собираетесь сварить, то зачастую в домашних условиях используется обычный черный металл. И таким важным моментом тут является лишь содержание углерода в этом металле. То есть, то ли это низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая, или это чугун. Еще одним распространенным металлом является такая легированная сталь, как нержавейка. Если говорить о требованиях, которые предъявляются к конструкции, то к ним не относятся. Например, вы собираетесь варить гаражные ворота и переживаете за то, чтобы ваши петли или завесы не оторвало от тяжелых створок ворот. Или, например, вы собираетесь варить себе козырек над входом в дом. Также переживаете о том, чтобы он у вас не свалился на голову. В этих случаях используются конструктивные методы использование необходимого профиля, его толщины, сечения, длины швов. Использование также накладок, растяжек, раскосов, косынок. То есть, конструктивные способы. Но они никак не влияют на выбор электродов. А в отношении требований, предъявляемых данной конструкцией, может быть перепад температур. Например, вы собираетесь варить печь каменку в баню. Или это, возможно, пиролизный или твердотопливный котел. Там, где ваши швы будут подвергаться перепадам температур. Или, возможно, ваши швы могут подвергаться вибрационным нагрузкам. Например, конструкция под вибростол для изготовления бетонных изделий. Здесь также более существенная нагрузка ложится на ваши швы. Или, например, это особый узел, на который будет ложиться колоссальная нагрузка. Например, стульчик под несущую балку, на который будут ложиться плиты перекрытия. То есть, в этом и в предыдущих случаях вам нужны электроды, которые обладают повышенными свойствами. Мы с вами рассмотрим электроды по типу покрытия. И существует четыре самых распространенных типа покрытий. Это рутиловое, основное, кислое и целлюлозное. Мы разберем первые два. Рутиловое и основное. Хотя электроды с рутиловым покрытием вы будете использовать в 90-95% всех сварочных работ. Итак, для того, чтобы правильно выбрать электроды, вам нужно знать марку вашей стали, а также ту конструкцию, которую вы собираетесь сварить. Если вы собираетесь сварить обычную рядовую конструкцию, например, двери, решетки, ворота, калитки, навес и тому подобное, то вы используете металл, который куплен на металлобазе, а это сталь-3. Поэтому для сварки таких конструкций и использования такой стали применяют электроды с рутиловым покрытием. К электродам с рутиловым покрытием относятся такие марки, как ОНО-4, ОНО-6, ОНО-21, ОНО-36, МР-3, ОК-4600. Также такие электроды по смешанной рецептуре, как монолит, гранит, арсенал и тому подобное. Преимуществами этих электродов являются легкое возбуждение дуги, как первичное, так и повторное. А значит они хорошо подходят как для обварки, так и для прихваток. Эти электроды дают возможность вести сварку с отрывом дуги, не вызывая при этом оры в шве. Также они горят при разной длине дуги, особенно у новичков, которые не набили руку и которые еще не могут удерживать дугу постоянной на протяжении всей сварки по мере сгорания электрода. Также для сварки можно использовать как инвертор постоянного тока, так и трансформатор переменного. Электроды с рутиловым покрытием не особо привередливы к поверхности самого металла, а также к самому сварщику. И их могут использовать даже новички. При каких же условиях использовать электроды с основным покрытием? Если вспомнить два критерия по выбору электродов, ваш металл, а также требования, которые предъявляются к конструкции, то даже если один из этих критериев отличается от тех, что мы рассматривали ранее, то вам необходимо использовать электроды с основным покрытием. Ну например, у вас обычная конструкция, но сталь высокоприродистая. Используйте электроды с основным покрытием. Или наоборот, у вас обычная сталь, сталь-3, но на вашу конструкцию будет возлагаться особая нагрузка. Вы также будете использовать в этом случае электроды с основным покрытием, которые будут давать более надежное соединение, а также будут более повышенные механические свойства самого шва. К электродам с основным покрытием относятся такие марки, как Уони. Уони 1345, 1355 и так далее. Также зарубежные аналоги этих электродов, такие как ОК-4800, ОК-5370 и САБовского производства. Также японские электроды ЛБ-52У и подобные им. По мере того, как вы будете набираться опыта, то для вас станет более явное отличие использования одних электродов от других. Особенности их горения, также применения. И причем это может быть заметно также на одной марке электродов, но при этом от разных производителей. И хотя во всех упражнениях и видеоуроках мы будем использовать только лишь электроды с рутиловым покрытием, однако каждый уважающий себя сварщик в своем арсенале должен иметь также электроды и с основным покрытием. Всегда перед покупкой электродов, особенно новых для вас, обращайте внимание на ту информацию, которая находится на упаковке. Хотя у наших людей такой менталитет, что смотрят руководство пользователя уже после того, как возникли какие-то проблемы с использованием какого-то товара, то вы постарайтесь посмотреть заранее на эту информацию. И так вы будете заранее знать о свойствах этих электродов, а также об их назначении и применении. Мы можем провести дополнительное исследование и, введя определенную марку электродов в поисковик, можем получить описание и характеристики этих электродов. Будут разные мнения о том, какие же все-таки электроды лучше всего использовать на начальном этапе обучения электросварки. Некоторые склоняются к тому, чтобы использовать самые обычные, самые дешевые электроды. Полагаю, что научившись ими, вы сможете варить любыми электродами. Однако на этапе обучения постарайтесь приобрести себе более качественные, более дорогие, возможно, импортные электроды. Но почему так? Используя такие электроды, вы более отчетливо увидите и поймете сам процесс сварки. Ну а потом уже сможете повышать свой профессиональный уровень, используя электроды отечественных и более дешевых производителей. Кстати, осознание того, что варишь качественными электродами, добавляет 10-15% профессионализма, учитывая ваш психологический настрой во время сварки. Не верите? Попробуйте и убедитесь. После чиркания электродом для поджига, конец электрода находится в 3 мм от поверхности. Это создает зазор для дуби. Оттуда идет яркий свет. Когда свариваете, не надо смотреть на свет. Смотрите дальше дымящихся искр. Фокусируйтесь на расплавленной ванне за электродом. Сварка – это практика. Это не трудно. Шаг за шагом. Сначала, обратите внимание на то, все ли готово для сварки. В любой момент, как только электрод коснется металла, появится дуга. Вам должно быть удобно. Электрод сгорает не сразу. Поэтому расслабьтесь. Возьмите держак обеими руками. И обобритесь на стол настолько устойчиво, насколько это возможно. Когда все готово, опустите щиток или настройте зажим маски так, чтобы он по кивку головы опускался сам. Зажигать дугу надо так, как зажигают спичку. Чиркайте электродом по металлу. И ведите конец на начало шва. При чиркании начнет плавиться обмазка, которая очищает ванну. Чтобы избежать следов, чиркайте в направлении, куда будете варить. Обычно я беру держак, чтобы рычаг был под большим пальцем. Чтобы извлечь электрод, возьмите его левой рукой, нажмите рычаг и достаньте электрод. Если электрод залип, то скорее всего обмазка на кончике была повреждена. Чиркните, чтобы сжечь конец электрода. До того, как начнете заполнять ванну. Когда дуга загорелась, начинайте формировать ванну. Нужно некоторое время, чтобы прогреть основной металл. По времени это занимает 2-3 маленьких оборота. Дальше, во время сварки, основной металл прогревается и ванна расходится. Сначала ванна маленькая. Сделайте так, чтобы ванна была достаточно широкой и не меняла форму. Во время сварки, держите электрод над металлом. Это называется дуговой промежуток. Контролировать этот зазор, первое и, наверное, самое важное, чему надо научиться. Во время продвижения по шву, электрод расходуется, поэтому его надо опускать. Все время вам надо удерживать постоянный зазор между концом электрода и основным металлом. Если зазор слишком маленький, то нет времени на прогрев основного металла. Шов будет выпуклый, не с плавлением по краям. Если зазор слишком большой, дуга начнет скакать. Будет плохой провар, и тяжело управлять укладкой наплавляемого металла. Постоянный зазор нормальной величины – первый шаг к управлению сварочной ванной и формированием нормального шва с хорошим проваром. Чем лучше вы управляете длиной дуги, тем лучше вы будете варить. Когда дуга проходит через зазор, она плавит основной металл и формирует сварочную ванну. Также она переносит металл с электрода в ванну. Это шов электродом 6010, который быстро двигали. Линия ванны находится ниже поверхности основного металла. Интенсивная дуга 6010 и 6011 проникает глубоко в основной металл, отталкивает ванну назад и формирует шов. Когда варите, смотрите по сторонам шва. Шов должен быть на уровне металла. Для формирования шва обычно используются круговые или зигзагообразные движения. При круговых движениях, двигаясь вбок, смотрите туда. Поперек смотрите наверх мостика, граница ванны и шлака. Потом на другую сторону. И просто распределяете ванну по кругу. Зигзагообразное движение стороны в сторону делает похожий шов. Смотрите с одной стороны, наверх ванны и с другого края, каждый раз, когда вы меняете направление. Нужно помнить, что расправленная ванна следует за теплом, когда вы движете ванну поперек. Заполняющий металл с электрода движется позади. Если металла вокруг недостаточно, вы оставляете подрезы. Подрез это пустое место, канавка на краю шва, ниже уровня металла. Вы можете избежать этого, контролируя внешние границы, наблюдая за ванной и утоньшая ее поверхности. Сила дуги на конце электрода может быть использована для манипуляции ванной. Наклоняя электрод, мы как бы толкаем ванну, а не тянем. В целом, чем вертикальнее мы держим электрод, тем менее выпуклым будет шов. Чем больше мы его наклоняем, тем выпуклее будет шов. Электрод стоит вертикально. Все тепло концентрируется под электродом. Сила дуги давит на ванну вниз. Это приводит к глубокому проплавлению и распространяет ванну вокруг. Если наклонить электрод, сила дуги направлена назад, и шов начинает подниматься, всплывать. Если наклон слишком велик, дуга будет давить в направлении шва, делая ванну плохо управляемой. Бывают ситуации, когда надо варить плоский шов, а бывают, когда нужно отталкивать ванну назад. Поэтому используются разные углы наклона электрода. Вначале мы начинаем с угла между 45 и 90 градусами. Он удобнее. Сварочная ванна хорошо видна и нормально варится. Диаметр электрода определяется диаметром стержня. Общие размеры это 3,9 мм, 3,2 мм и 2,8 мм. В основных сварочных таблицах приводится диаметр электрода, толщина металла и рекомендуемая величина тока для максимальной производительности. Часто, не учитывая возможности сварщика или специфику ситуации, можно применять электрод меньшего диаметра для лучшего контроля. Но сварка займет больше времени. Это обычный 60-10 электрод, наиболее часто используемого диаметра. Производители рекомендуют установки тока от 75 до 130 ампер. Это значит, электрод будет работать примерно в диапазоне 55 ампер. Точные установки тока могут отличаться и зависят от толщины металла, положения сварщика и его квалификации. Задача сварочного процесса – прогреть основной металл до расплавления, формируя сварочную ванну. Если ток мал, то основной металл будет не прогрет, и сварочная ванна будет бежать за электродом. Если же тока много, то основной металл будет слишком горячий. Дуга будет проникать вглубь и будет отталкивать металл назад. Когда ток нормальный, ванна растекается и внешние края, тонкие, мы можем расширять. Можем двигать ее движением электрода. В зависимости от сварочной ситуации, установки тока могут меняться. Толстый металл рассеивает тепло, поэтому нужен будет больший ток. Тонкий металл расплавляется быстро, поэтому надо меньше тока. Точные установки тока зависит от поведения ванны. Начнем сначала с установок рекомендованных производителям. И не бойтесь увеличить ток или уменьшить его. Сварка зависит от температуры основного металла, поэтому мы не можем говорить о токе без учета скорости сварки. Двигаем электрод быстрее, меньше тепла поступает в основной металл, поэтому он будет холоднее. Если двигаемся медленнее, тепла поступает больше, основной металл будет горячее. Если двигать электрод слишком быстро, металл не будет прогрет. Шов будет наверху без проплавления. Если двигаться медленно, то металл слишком сильно прогревается, и ванна начинает расплываться, и становится трудноуправляемой. Когда скорость перемещения соответствует току, ванна растекается, но остается управляемой. Края тонкие, и шов одинаковой толщины. Когда вы научитесь управлять электродом, вы можете поставить чуть больший ток и увеличить скорость сварки. Больший ток обеспечивает лучшее проплавление и более гладкий шов в итоге. Но труднее контролировать ванну. При окончании шва, надо наплавить чуть больше металла перед тем, как убрать электрод, чтобы избежать кратера от всплеска нижних слоев металла. Сделайте один-два круга и чиркните назад по шву. Разные электроды выглядят по-разному. Это основы. Чиркните электродом для получения дуги. Разведите ванну до требуемой ширины, чтобы шов был одинаковой ширины. Удерживайте постоянный зазор дуги. Ток должен быть достаточен для того, чтобы ванна растекалась. Расширяйте ее. Используя давление дуги, следите за краями и на формирующийся шов. Добавьте наплавляемого металла перед остановкой. Вот коротко об основах. Для 60-10 в нижнем положении используйте круговые движения. Используйте их для получения шва. Смотрите на ванну, а не на дугу. Удерживайте размер ванны для гладкого шва. Зигзагное движение дает похожий шов. Следите за границами, чтобы ванна была полной. Двигайте ванну вперед и назад. Благодаря мощной дуге и малому количеству шлака мы можем использовать раскачку или движение по шагам. Для этих движений хорошо подходит быстро остывающий электрод. Электрод оттягивается назад так, что дуга выходит из ванны. Потом расплавленный металл отталкивается назад с волнообразным движением. Обязательно смотрите по сторонам и на шов, когда толкаете ванну. Этот тип электрода можно использовать для глубокого проплавления, погружая кончик во время прямого входа электрода и заполняя зазор. На тонком металле нам не нужен глубокий провар. Мы можем расплавить, затем длинной дугой охладить и плавить снова. Чем тоньше металл, тем быстрее надо двигаться. Это можно использовать для заполнения зазоров в плохо подогнанных соединениях. Двигайте электрод вглубь зазора, потом отводите, чтобы остудить ванну. Заполняем шов и охлаждаем снова. Движение шагами очень важно, оно используется для заполнения вторым проходом. Это была сварка в нижнем положении. Для вертикального И-60-10 вы можете сваривать снизу вверх и сверху вниз. Сверху вниз проще, но меньше проплавления, потому что тепло поднимается. Вы уходите от нагретого металла, поэтому надо использовать немного больший ток. Следите за границами шва. Используйте круговые зигзаг или шаговые движения. Держите электрод кончиком вверх, чтобы давление дуги толкало ванну вверх. При круговых движениях четко удерживайте зазор и расширяйте ванну вокруг. Надо держаться впереди ванны. Если ванна захочет упасть вниз, пытайтесь двигаться быстрее и ставьте немного больший ток сварки. Если вы варите снизу вверх, то движетесь в горячую область, поэтому ток должен быть меньше. Наклоном электрода добивайтесь, чтобы давление дуги удерживало ванну. Дуга, проникая в основной металл, делает подрезы вокруг. Поэтому делайте круговые движения для расширения ванны. Смотрите на шов под электродом. Если основной металл будет слишком горячим, ванна может выпасть, или вы прожьете дырку в металле. Подбирайте ток и скорость движения, чтобы вы могли удержать ванну, как она появляется. Горизонтальный шов идет поперек вертикальной плоскости. Нужно наклонить электрод, чтобы толкать ванну вверх. Держите его перпендикулярно шву или немного на шов. Если держать электрод слишком наклоненным, давление дуги вытолкнет ванну. Используя круговые движения и постоянный зазор дуги, расширяйте ванну. Каждый раз, когда вы опускаете электрод, расплавленный металл ванны следует за теплом. Толкайте ванну вверх и смотрите по обе стороны шва. Если ванна ушла вниз, попробуйте двигаться быстрее, делая основной металл более холодным. Можно делать перекрытие. Прямое движение вверх и вниз. Перекрытие – это сварочный термин. Он немного неуклюжий. Надо найти более удобное положение, чтобы вы могли устойчиво удержать электрод. В сварочном щитке есть несколько установок, поэтому подгоните его так, как будет вам удобно. Верите вы или нет, но сварочная ванна не выпадет, если вы не выдавите ее давлением дуги. Жидкий металл хочет держаться возле горячего места, он любит жар. Так что держите электрод вертикально или немного наклоняйте по направлению движения вдоль шва. Попробуйте круговые движения. Точно так же, как вы варили в нижнем положении. Будут лететь искры. Поэтому защищайте себя одеждой и хорошими перчатками. Закрывайте уши шапкой. Иначе ожоги будут немного вас отвлекать, сделать хороший шов. 60-10 и 60-11 не дадут гладкого финишного шва. Но они дадут глубокое проплавление и хорошо сварят при ремонте. 60-13 используются для сварки листов на прямой полярности. Электрод держит перпендикулярно металлу. Туга, короткая и движение быстро, насколько возможно, делает шов узким, как нитка. Электроды 60-13 применяют для обычных целей на обратной полярности и на переменном токе. Это хорошие электроды для маленьких сварочных аппаратов. Нужно помнить, что у 60-13 более толстый слой шлака на шве. Шлак даже покрывает сварочную ванну. Это делает ванну более текучей и дает более гладкий шов в итоге. Обычно 60-13 бывает диаметров 3-32, 1-8 и 5-32. 1-8, 3-2 миллиметра наиболее широко используются. Базовые токи, приведенные в таблице, 130 ампер на переменке и 115 ампер на постоянке. Из-за шлака разница небольшая. Но на меньших токах ванна тянется за электродом. Надо активнее двигать электрод в стороны. Тяжелый шлак заливает тугу. Если ток велик, ванна подвижна, а шлак очень жидкий. Ванна удлиняется. Когда ток нормальный, ванна растекается, охлаждается и легко управляется электродом. В нижнем положении вы можете двигаться либо прямо, либо из стороны в сторону. Держите электрод между 45 и 90 градусами, чтобы формировать шок. Счеркните, чтобы зажечь дугу. А затем удерживайте короткую дугу, держа электрод над поверхностью металла. Наблюдая шлак на вершине шва, можно легко получить сведения о шве. Смотрите по сторонам, чтобы шов был прямой, и двигайте ванну из стороны в сторону. Вертикальные швы 6013-ым варят сверху вниз. Вы будете варить, уходя от тепла. Поэтому попробуйте добавить ток на 5 или 10 ампер. Наклоняйте электрод вверх, чтобы давление дуги помогало удерживать ванну. Держите постоянно длину дуги. Расширяйте ванну небольшими движениями в сторону. Смотрите на внешние края расплавленной ванны. Если вы не можете удержаться впереди ванны, и она падает, двигайтесь быстрее. Для сварки более толстого металла 6013 может вариться вверх. Уменьшите ток на 5 или 10 ампер от рекомендованного. Используйте движение из стороны в сторону. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы удерживать ванну от падения. Смотрите, чтобы по сторонам не было подрезов. Когда варите, держите электрод вверх кончиком, чтобы поддерживать ванну. Держите электрод перпендикулярно шву, то есть горизонтально, или немного на шов. Удерживайте короткую дугу и постоянную скорость, чтобы шов был гладким. Шлак будет опускаться к низу ванны. Поэтому смотрите на верхнюю часть ванны. Двигайтесь быстро, чтобы избежать слишком толстого шва. Когда учитесь варить горизонтально, старайтесь не наплавлять слишком много металла. Делайте шов небольшим. Если нужен более широкий шов, сделайте второй проход над первым. Сварка в потолочном положении 60-13, как и другим электродам, весьма неудобная. Держите электрод точно вверх. Из-за давления дуги электрод нельзя наклонять. Делайте небольшие круговые движения. Тепло дуги идет прямо наверх. Туда, где вы варите. Поэтому держите короткую дугу и постоянную скорость движения, и вы сварите хороший потолочный шов. 60-13 любимый электрод для многих домашних мастерских. Его легко зажечь и удерживать дугу. И можно сделать весьма красивый шов. 70-18 применяют для очень высококачественных и отличных швов. Этот электрод для ответственных и очень важных работ. Для швов, несущих большие нагрузки. Эти электроды дают много шлака для защиты металла от контакта с воздухом. Этот шлак отличает 70-18 от других электродов для быстро остывающих электродов. В 60-10 и 60-11 сварочная ванна у них весьма хорошо видна. У 60-13 шлак покрывает сварочную ванну, но металл остается в ванне. Остывает почти так же, как у предыдущих электродов. Для 70-18 ванна полностью покрыта шлаком. Заполняющий металл остывает и опускается вниз. И шлак остается наверху. Помните, то, что вы видите на поверхности, это шлак. И нужно помнить, что металл делает под ним. 70-18 довольно просто использовать. Даже когда металл остывает внизу. Смотрите сквозь шлак сверху электрода, чтобы понимать, как получается шлак. 70-18 более чувствительны к длине дуги и движениями электрода. Проверьте, удобно ли вам, устойчиво ли вы стоите. Чиркните электродом, чтобы дуга загорелась. Если у вас не получается зажечь дугу, это потому, что шлак покрывает кончик. Ударьте электродом, чтобы разбить шлак, и потом чиркните электродом снова. Когда электрод загорелся, формируйте сварочную ванну. Кроме времени на образование ванны, надо дать время, чтобы газ приготовил защитную атмосферу ванны. Если двигаться слишком быстро, защитный газ не будет покрывать шов, и образуются поры. Они становятся видны на шлифе шва. Поры образуются также на ржавом, крашенном и загрязненном металле, аналогично, как и на масляном. 7018 требует чистого металла. После формирования ванны, раздвигайте ее в сторону, удерживая короткую дугу постоянной длины. Обычно можно аккуратно положить электрод обмазкой на металл, с мягкой дугой и шлаком, покрывающим ванну. Так вы удерживаете электрод от залипания, или отрыва электрода от металла. Не давайте электроду остывать и держите дугу в ванной. Основные размеры это 3,32, 1,8 или 5,32. Из-за порошка металла в обмазке, эти электроды несут больше металла в ванну. 7018 требует немного большего тока, и его величина может варьироваться вверх и вниз, в зависимости от толщины металла и положения сварки, и вашей квалификации. Чем сильнее шлак покрывает ванну, тем больше вам придется действовать, ориентируясь на поведение ванны, а не на ее вид. Если ток слишком мал для данных условий, ванна не хочет растекаться. То образуются завороты на границе шва. Электрод может прилипать или отдаляться, если ток велик, ванна активна. И жидкий металл может плескаться через края, вызывая разбрызгивание. Когда ток правильный, шлак застывает за электродом. Края ровные, ванна легко расширяется движением в стороны. Опять же, если вы выбрали правильную длину дуги, движение электрода и скорость сварки, то 7018 вы найдете более легкой и качественной, выбирая больший ток. Угол наклона электрода управляет заполнением шва и поведением шлака. Если держать электрод вертикально, шлак будет вокруг сварочной ванны. Если электрод наклонить слишком сильно, обмазка прогорит, и он может прилипнуть. Когда угол между 45 и 90 градусами, то шлак отодвигается туда, где он должен быть вместе с расплавленным металлом. Варить в нижнем положении очень просто. Помните, надо расслабиться, удобно расположиться и держать держатель двумя руками. Держите короткую дугу, не более диаметра электрода с обмазкой, и постоянную скорость перемещения. Смотрите на внешние стороны ванны, убедитесь, что она жидкая и ровная. Смотрите за электродами, чтобы понять, какой образуется шов. Если шов пытается осесть, попробуйте увеличить скорость перемещения. Если замедлится, то больше металла будет расплавлено. Быстрое движение защитит основной металл от перегрева, который вызывает провал металла и оседание. Чиркайте сверху вниз в точку, где вы начнете ванну. Можно двигаться напрямую вверх или из стороны в сторону. Можно даже слегка дугообразными движениями. Надо двигаться относительно быстро. Как только ванна течет с этого края, переходите на другую сторону и вверх. Величина тока должна соответствовать скорости сварки. Особенно при сварке потолка. Для удержания постоянной короткой дуги, чтобы электрод не обгорел и не втыкался в ванну. При большем опыте вы можете работать с большей ванной. Не останавливайтесь и не перегревайте основной металл. Это главная причина выпадения ванны. Вы можете двигаться прямо или немного из стороны в сторону, чтобы расплавить больше металла. И вы можете удерживать металл над головой. Будьте внимательны и учитесь. Когда научитесь управлять ванной, металл будет оставаться на месте. Хотя из-за шлака остается расплавленным дольше. Шлак будет капать. Я обычно использую кожаную куртку, когда варю потолочный шов. Вам она тоже может понадобиться. Я рассказал основы, как и что делать. И на что смотреть, чтобы сделать хороший сварочный шов. Когда вы варите, будьте собраны все время, пока горит электрод. И фокусируйтесь на сварочной ванне. Делайте все, чтобы ванна ввела себя так, как вам надо. Нет ничего загадочного в дуговой сварке. Вам надо заставить просто металл работать и смотреть на шов, как он формируется. Когда закончили, осмотрите каждый сделанный шов. Если что-то не получилось, сделайте снова. Если совсем не получается, попробуйте что-нибудь другое. Красивый ровный шов придет с практикой. Следите, чтобы края шва были привязаны к основному металлу. Если края не привязаны, вы движетесь слишком быстро или окунаете электрод прямо в ванну. Может быть, слишком мал сварочный ток. Медленное движение перегревает основной металл. Длинная дуга, получается рваный шов. И слишком много разбрызгиваний. Каждый варит по-своему. И поэтому, если у вас есть возможность, старайтесь наблюдать за сварщиками и вырабатывать собственный сил. Старайтесь упражняться с разными электродами и разными размерами. И помните, главное сделать качественный шов. Смотрите на ванну. Постоянно анализируйте, насколько она жидкая и как она течет. Дуговая сварка. Часть 2. Неважно, какой электрод вы используете, ток только обеспечивает тепло. Угол наклона определяет, как быстро металл будет прогреваться. Если электрод перпендикулярный, сварочная ванна формируется и растекается быстро. Можно двигаться быстрее. Чтобы ограничить провар на тонком металле, откладывается меньше металла для небольшого шва или уплощается шов в ложе. Если электрод наклонить, тепло уходит из металла, позволяет делать меньшую скорость сварки для формирования шва. Если наклонить электрод слишком сильно, металл не прогреется. Сварочная ванна будет узкая, а шов будет выпирать. И вы потеряете управление по краям ванны. Для большинства подогнанных соединений вы можете удерживать постоянный угол электрода, чтобы формировался плотный шов. Однако в некоторых ситуациях вам надо будет менять угол электрода во время сварки. Для заполнения зазоров соединений электрод можно наклонить сильнее, замедляя перенос металла и удерживая размер шва. Потом поднять электрод, чтобы закончить шов. Для управления углом электрода нужна практика. Но вам надо оставаться свободным и расслабленным. Когда вы варите горизонтальный шов, встык или угловой шов, вам надо удерживать постоянную ширину ванны. Наблюдайте за ванной. Если скорость слишком велика, металлу не хватит времени, чтобы прогреться, поэтому ванна будет очень узкая. Если скорость слишком мала, металл разогреется и ванна будет расширяться. В зависимости от электрода, металл может растекаться в разные стороны или скатываться волнами. Всегда управляйте размером ванны и скоростью сварки. Последнее это зазор дуги. Это расстояние от электрода до металла. Сварочник для листового металла использует источник энергии постоянного тока. Когда установлен ток, напряжение меняется для удержания дуги. Надо избегать втыкания электрода в металл или удерживания электрода слишком далеко. Но вы можете использовать небольшие изменения зазора дуги для управления теплом и формой шва. Это трудно, но средняя длина дуги используется для формирования шва. Короткая дуга уменьшает тепло, остужая ванну. Попробуйте короткую дугу на вертикальном шве 7018, у вас будет более толстый шов. Небольшое удлинение дуги вызовет увеличение тепла, и ванна растечется. Используется для перпендикулярного положения электрода и мелких швов или уплощения шва на тяжелом металле. Важно удерживать правильный зазор. Изменение зазора дуги изменяет количество тепла и становится трудным удерживать ровную ванну. Если рассмотреть все аспекты сварки, то есть много возможностей. Каждый варит по-разному. Практикуйтесь и экспериментируйте. Старайтесь, чтобы ванна делала то, что вам нужно. Смотрите, как варят другие, если есть у вас возможность. Вам надо видеть ванну в конце электрода и выработайте стиль, подходящий вам. Мы наблюдали нагревающийся металл, чтобы позволить ванне проварить и проплавить. Перегрев тоже действует на основной металл. Металл состоит из групп атомов в форме кристалла. Когда металл нагрет до определенной температуры, если он остывает быстро, формируются мелкие кристаллы. Они тверже. Остывает медленнее и позволяет атомам связаться и образовывать большие кристаллы, что делает металл мягче. Во время сварки металл возле шва становится достаточно горячим, чтобы изменить структуру кристаллов. Относительно небольшая нагретая область остынет быстрее и даст меньшие кристаллы. Они станут твердыми и расположены будут возле шва. Сварка также вызывает в соединяемых кусках металла натяжение. Горячий металл расширяется. Во время сварки металл накладывается в наиболее расширенном состоянии. Когда он остынет, он сжимается. Если металл может двигаться, его будет тянуть в направлении шва. Если куски металла зажаты, расплавленный металл все равно будет сжиматься, вызывая остаточное напряжение в металле. Есть много способов избежать этого. Для металла, который свободен, если возможно, варите с обеих сторон, чтобы уменьшить уход. Для труб или квадратов используйте последовательность швов, чтобы управлять уходом. Большая разница температур дает большой эффект на металл. Если сильно холодно, используйте горелку, чтобы нагреть металл. Появится конденсат. Грейте, пока влага не высохнет. Также, если вы варите высокоуглеродистую сталь, которая не слишком хорошо переносит растяжение и сжатие, предварительный нагрев может быть необходим, чтобы избежать шов от трещин, когда он будет остывать. Низкоуглеродистая сталь усталость на растяжение и сжатие для трубной стали и нагрузки на конечный продукт. В большинстве случаев проект конструируется так, чтобы нагрузка на шов не была близка к максимальной прочности шва или металла. Начнем с варку. Сначала необходимо избежать швов больше, чем необходимо. Когда вы закончите, металл медленно остынет. Если металл сломается возле шва, то вам надо пересмотреть либо толщину металла, либо весь проект. Хорошо. Давайте соединим два куска металла вместе. Сварные соединения. Первый шаг перед любым типом сварки – это подготовка металла и подгонка соединения. Если вы работаете с новым металлом, в основном надо обработать заводскую чешую, темное покрытие на поверхности. Используйте шлифмашинку, чтобы очистить металл от краски или ржавчины. Загрязнение на поверхности вызывает поры, непровар или проблемы с дугой. Когда вы режете металл, сохраняйте края прямыми, прямоугольными. Если используете горелку, уберите остатки процесса отрезания. Во время подгонки делайте хорошие прихватки, чтобы удержать элементы, и сохраняйте постоянный предварительный зазор. Неровный зазор в соединении для сварки делает сварку более трудной, чем она должна быть. Мы избежим много проблем с очисткой металла. Затратьте время на подгонку. Есть много разновидностей сварного соединения. В основном есть четыре типа. Соединения бывают встык, внахлёст, Т и угловые. При соединении встык шов должен провариться в глубину, и глубина заполняется металлом не меньше толщины самого металла. Для максимальной прочности используйте стопроцентный провар с полностью проплавленными краями. При соединении внахлёст шов называется ленточным. Он укладывается на высоту и ширину, равную толщине металла, и шов слегка полукруглый. Ленточный шов также используется при Т-соединении, когда один элемент присоединяется к поверхности другого. Сварка с обеих сторон уменьшает необходимый размер шва, обеспечивая крепкое соединение. Угловое соединение бывает краями или углом. Подготовка металла и подгонка обеспечивают достаточный провар и объём шва. Остановимся на соединении встык. Он может делаться на пластинах, плоских брусках, угловатых трубах и квадратных трубах. С толщиной металла до 3 мм. Делайте края прямыми и квадратными для хорошего соответствия. В целом получите хороший провар, просто поставив куски вплотную, особенно если вы варите с обеих сторон или по кругу. Для листов или брусков сделайте прихватки по краям, чтобы помочь переносу тепла. Для квадратных труб прихватите углы, прихватывая противоположные края по порядку. Если вы планируете шлифовать шов для гладкого результата, вы можете оставить небольшой постоянный зазор. Когда возможно, начинайте на внешнем краю и кладите больше металла на шве. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно металлу. Можете варить 6010 и 6011, используя круговые движения. Немного уменьшите ток и варите быстрее, чтобы обеспечить провар, но не прожечь металл. Для более гладкого шва попробуйте 6013 или 2,3 мм 7018, используя движения из стороны в сторону. Для горизонтального шва держите электрод почти перпендикулярно шву. Наблюдайте за ванной. Для 6010 и 6011 измените скорость сварки, чтобы ванна растекалась и не перегревала металл. Смотрите наверх, чтобы избежать подрезов. 6013 и 7018. Варите прямо, без движения электрода. Удерживайте постоянный зазор дуги и скорость сварки. Если вы можете установить соединение, 3 мм металлу легче варить в вертикальном положении вниз. 3 мм металл довольно тонкий для электрода, поэтому попрактикуйтесь на отдельной железяке, чтобы понять какой ток использовать и с какой скоростью варить. Начиная с 3 мм, нужно скашивать края для хорошего провара. Скос делается под углом 30 градусов. Верхний край прямой, на нижнем краю делается плоское приземление. Держите шлифмашинку под небольшим углом, используя нижний конец диска для снятия металла. Когда почти готово, используйте весь диск для выпрямления и выравнивания. Для толстого металла легче сделать скос с помощью горелки и отшлифовать его болгаркой. Аргументом для скоса служит управление ванной в глубине соединения. Если скос узкий, вы не сможете достать электродом до дна. Тогда вы можете расширить выборку болгаркой. Подрежьте, используя изгиб диска, чтобы расширить скос. Скос может быть разделен на три части. Корневая, это там, где проходит первый проход, он сплавляет дно соединения, заполнение и крышка. Есть несколько возможностей подогнать соединение встык. Есть разница, как говорится, между корневым проходом. Части со скосом могут оставлять небольшой зазор. Тогда в первом проходе возможен глубокий провар. Для 100% провара. Используется подкладка. Тогда первый проход проваривается в три куска. Или оставляют зазор между пластинами. Корень проплавляется, фактически появляется шов на обратной стороне. После первого прохода, остальные проходы заполнения до крышки одинаковы. Итак, посмотрим на то, как начинается соединение. Каждый раз, когда вы варите скос, надо держать электрод почти перпендикулярно металлу, чтобы вершина шва была плоской. Если наклонить электрод, появится макушка. Оставляя шлак, который будет мешать следующему проходу. Чтобы шов был ровный, надо срезать шлифмашинкой выступы, вызывающие пятна. Поэтому легче удерживать ровность шлифмашинкой. И пытайтесь исправить на следующем шве. Также, если шов все-таки начал выступать внутри скоса, используйте болгарку, чтобы срезать вершину для избежания захвата шлака. Не все сварочные ситуации требуют стопроцентного проникновения. Это зависит от типа нагрузки на шов. Но всегда надо делать скос. Оставляя хоть небольшой зазор. 60-10 и 60-11 обеспечивают хороший провар. И делают первый проход немного легче в любом положении шва. Можно использовать плетку или шагообразное движение, выдавливая для провара и толкая в ванну для заполнения. Смотрите на оба края, чтобы избежать подрезов. Для нарастания шва используйте модифицированное круговое движение. Всегда возвращайтесь на передний край ванны на дне соединения. Если вы справляетесь с ванной, вы также можете использовать заполняющий электрод 60-13 и 70-18. Держите электроды точно перпендикулярно. Используйте небольшие движения из стороны в сторону. И избегайте прикрепления электродов к стенке. В зависимости от скоса и зазора, возможно, придется следовать металлу для поддержания постоянного зазора дуги. Основной металл становится толще из-за заполнения скоса и берет больше тепла. Когда варите, смотрите на края ванны, как она плывет и приплавляется по краям скоса. После первого прохода отбейте шлак, почистите щеткой. И мы готовы для заполнения шапки. Если вы можете достать обе стороны металла, вам лучше проваривать обратную сторону для более крепкого шва. Вырежите чистый металл. Сохраняя одинаковую глубину и ширину, немного наклонив электрод, замедлите скорость сварки и сделайте шов. Немного пошире, чем канавка. И вровень с поверхностью. Некоторые сварочные ситуации требуют полного провода для крепкости. Если свариваемые куски не точно подогнаны или из высокоуглеродистой стали, имеют тенденцию к трещинам, на первом проходе используется подкладка. Скос вместе с подкладкой используется для проверки структуры. Цель расплавить и проварить нижние края к подкладываемой полосе. Подготовьте скосы с несколько меньшим углом 22,5 градуса и с тонким краем. Почистите заводской налет, с подкладкой узкая полоска будет привязана. Не давайте поверхностям загрязнения нагреться. Плотно приложите накладку с зазором 6,3 мм. Этот тип соединения обычно варится, по крайней мере с 3,5 до 22 мм, и вам надо достать до дна шва электродом. Можно даже сделать прихватки с обратной стороны или со скоса. И если со скоса, вырежете болгаркой до чистого металла. Всегда держите в уме, что расплавление скоса нужно держать вверх шва относительно плоским, чтобы не было захвата шлака. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно, чуть-чуть наглонив на шов. Держите дугу на переднем крае ванны. Со слабыми движениями из стороны в сторону. Обращайте внимание на зазор дуги. Вы должны видеть края ванны, при плавляющейся к краям скоса, и избегайте выступания шва. Когда вы используете 7018, внутри скоса держитесь впереди отошва и шлака. Если расплавленный шлак попадет перед электродом, он может или ослабить дугу, или ограничить проплавление металла по краям на вертикальном шве. У вас будут проблемы при плавлении с основного металла к подкладке. Вам надо удерживать шов плоским, без подрезов по краям. Режьте электрод перпендикулярно металлу, или немного наклоните. Ванна должна вытекать из плоскости шва. Но надо избегать подрезов, двигайтесь быстро, чтобы не было перегрева металла, из-за которого ванна выплеснется вниз. Вам может понадобиться немного уменьшить ток. 5 ампер, или типа того. Но не уменьшайте слишком. Бывает много проблем на вертикальном шве, когда он холоднее, нежели когда он горячее. Помните, ток только дает тепло. Скорость сварки, угол электрода определяет, насколько горячим будет металл. На соединении встык над головой не надо делать слишком больших швов. Электрод держите перпендикулярно. Подстройте скорость сварки, чтобы ванна расходилась без перегрева металла. Большинство проблем в потолочном шве идет из плохого управления электродом, когда конец электрода скачет, меняя зазор дуги, и поток тепла непостоянный и несфокусированный. Найдите способ укрепиться, чтобы вы могли управлять электродом. Также, если угол направлен на заднюю часть шва, расплавленный металл возьмет тепло и вызовет выпадение ванны. Горизонтальная обычно не используется для сварочного теста, но попадается в практических ситуациях. Наклоните электрод вверх и немного на шов. Используйте нижнюю кромку скоса, как упор, помогающий держать шов, который будет помогать мелким движениям электрода. Смотрите наверх и толкайте ванну вверх. Установите ток, достаточный для высокой скорости сварки, чтобы не перегревать основной металл, что сделает ванну слишком жидкой. Не старайтесь тянуть много металла в горизонтальный шов. Позвольте частями связаться им вместе. И удерживайте заполняющий металл от проседания. Последний тип корня – это V-образное открытое соединение встык. Посмотрим на электрод 6010. Глубоко в зазоре появляется шов на обратной стороне металла. Подготовка и подгонка являются критичными, поэтому потратьте время, чтобы металл был готов. Края скоса должны быть прямыми и прямоугольными. Уберите весь заводской налет на обратной стороне. Располовиньте и почистите внутри квадратные или круглые трубы. Приземление должно быть одинаковым. Используйте напильник, чтобы срезать выступающие точки. С 3 мм 6010 я использую 1,6 мм с приземлением. 1,6 мм – размер зазора с приземлением может немного изменяться. И если вы поняли, что вы хотите, используйте это для каждого шва, который вы делаете. Нижняя часть металла – 1,6 мм. С проставкой, задающей зазор. Сделайте прихватку, запихивая электрод прямо в зазор. Перед тем, как закончите прихватку, уберите проставку. Прихватки остынут и сожмутся и зажмут проставку. Уберите проставку, проверьте шов на ровность и закончите прихватывать соединение. На тяжелых элементах после первой прихватки используйте маленькую или среднюю отвертку, чтобы зазор был одинаковый. Из-за конечности вы сможете убрать ее, после того, как шов будет прихвачен полностью. На квадратных трубах прихватите противоположные концы для труб в противоположные стороны. Проверьте, чтобы был одинаковый зазор. Выпрямите его, если надо. После этого оставьте еще две прихватки. Коренные проходы в плоском, горизонтальном и вертикальном положении над головой делаются одинаково. Вырежьте края, чтобы были тонкие. Держите электрод перпендикулярно металлу. Чиркните искру прямо на поверхности и затолкните электрод в ванну и начинайте двигаться. Заполняющий металл будет расти по тонким краям прихватки, а затем он протечет насквозь. Тогда двигайтесь настолько быстро, насколько вы можете заполнять зазор. Если не протекает насквозь, тогда вы будете видеть, как металл растет за электродом. Назад по скосу. Большая часть искры будет на обратной стороне. Где строится шов на обратной стороне металла. Вам захочется поставить довольно большой ток. Начните с такого, какому вы верите в плоском положении. Если вы прожгли дырку, лучше остановитесь. Вернитесь электродом назад по шву. Начинаем на краю дырки и продолжаем варить. Когда закончите шов, вырезаете края дырки, чтобы они были тонкими с обеих сторон, и заполняете ее. Некоторые процедуры сварки требуют верхнего корневого шва. Обычно вам надо ток на 5 ампер, не меньше. Самое простое – подготовить металл таким же образом. Ведите одинаковый шов, держите электрод перпендикулярно и варите настолько быстро, насколько зазор заполняется. Некоторые сварщики любят делать приземление более тонким. Движение шагом копнет канавку, затем ее заполняет. Копнет дырку и снова заполняет. Всегда держите электрод глубоко внутри шва. Другие сварщики любят оставить более толстое приземление и широкий зазор. И снова используйте движение шагом. Положили металл и проверили, что приплавили на нижнем углу. Недостаток движения шагом – это возможность остановить подрезы на обратной стороне. Достоинство, что вы видите, как делается корень для стопроцентного провара. Делать корневой шов шагом вверх также работает, когда зазор неоднородный или с пятнами. Шов с обратной стороны будет выше поверхности, с полностью проплавленными и проваренными краями скоса. В неудачных местах возможен недостаточный провар. Если скорость сварки будет слишком низкой, шов будет выпирать с обратной стороны, вызывая излишний провар. На передней стороне, из-за загромождаемости металлом, он будет выпирать и появляются подрезы с обеих сторон. Вырежьте выступающий металл, чтобы не было захвата шлака. Металл для шлифовки будет тонким, поэтому надо сделать другой шов, называющийся горячим проходом, который возьмет больше металла и сожгет оставшийся шлак. С 60-10 попробуйте проход с шагами во время горячего прохода, неглубоко уходя на обратном ходе. Используйте быструю подачу. Поэтому вы можете прогреть и смотреть по краям, чтобы не было подрезов. Также можно сделать горячий проход 3,5 мм 70-18. Держите электрод почти перпендикулярно. Давайте тепло по краям, двигаясь поперек относительно быстро. Смотрите, как растет шов. Проверяйте, что края ванны жидкие, и вершина шва остается плоской. Когда дно соединения проплавлено, одной из перечисленных процедур вы можете заполнять крышку. Тут вы получите лучший результат, используя 60-13 или 70-18. Если металл не толстый, вы можете закончить одним проходом. Для тяжелого металла требуется больше заполнителя. Убирайте весь шлак между проходами молотком и металлической щеткой. Это приходит с опытом. Но простая сварка с несколькими проходами требует перехлестываться с предыдущими проходами, где только это возможно. Последний заполняющий проход должен быть слегка ниже поверхности. Постарайтесь оставить ведущий край скоса. Со слабым движением из стороны в сторону обращайте внимание на зазор дуги, чтобы электрод не прихватило по сторонам скоса. Держите электрод почти перпендикулярно и старайтесь избегать, чтобы шов выпирал. Вам может придется ускоряться и замедляться, чтобы управлять количеством переносимого заполняющего металла. Старайтесь оставить верхний угол скоса. На завершающем проходе наклоните электрод, чтобы возник выступающий шов. Используйте край скоса, как направляющую, помогающую делать шов прямым. Конечно, шов должен быть толщиной металла. Проваривайте глубоко. Шапка должна быть немного шире скоса, но вровень с поверхностью металла. Заполнение большим швом не дает прочности. Только будет длиннее и сильнее нагревать металл. Если вершина слишком широкая для шапки, одним проходом, надо сделать несколько проходов, сторона к стороне, чтобы закрыть шов. С небольшим движением из стороны в сторону, используя скос как направляющую, чтобы шов был прямым. Используйте внутреннюю часть скоса, как направляющую для второго прохода. Подгоняйте скорость сварки и движение электрода, чтобы двигаться возле первого шва. Последний проход в основном шустрый. Держите электрод более перпендикулярно металлу. Двигайтесь прямо и быстрее, для меньшего переноса металла. При горизонтальном слегка наклоните электрод вверх. Используйте среднюю длину дуги. Двигайтесь прямо без движения электрода. Первый проход будет поддерживать второй проход. Поэтому держите электрод перпендикулярно и двигайтесь достаточно быстро, чтобы удерживать шов. Для финального прохода пробуйте немного наклонить электрод вниз. Двигайтесь быстро для меньшего шва. На вертикальном можно использовать швы сторона к стороне или делать плеточный шов. Мелкие швы весьма легче. Используйте край шва, чтобы первый проход был ровным. Если будет много швов, пробуйте использовать другую сторону скоса, как направляющую, чтобы шов был прямой. Если вам не нравится многопроходная структура, используйте плеточный шов. Начните с одной стороны. Пусть ванна закрывает края скоса. Пересекайте сцену относительно быстро. Здесь ждите, когда ванна появится и дотечет до края. Немного поднимите электрод. Пересекайте, подождите. Поднимайтесь и пересекайте. Все продвижение будет медленным. Оно будет более сильно прогревать металл, поэтому немного уменьшите ток. Используйте края скоса, как направляющие, чтобы сохранять края шва прямыми. Выравнивайте шов на краях и удерживайте постоянный зазор дуги и продолжайте связывать вверх. Мы делаем возможным наварить больше металла, но требуется практика, чтобы стабильно делать ровный шов. Когда заполняете или закрываете, вам надо экспериментировать с током, углом электрода и скоростью сварки. Учитесь управлять количеством переносимого металла и понимать, как много металла вы можете перенести, без проседания или выплескивания. Соединение внахлёст. При соединении встык мы соединяем края металла, когда один кусок накрывает другой. Это соединение внахлёст. Край, и особенно верхний угол, будет горячим и расплавится быстрее, чем поверхность, и будет расширяться по поверхности. Вы хотите приплавить нижний угол и заполнить его вверх слегка, полукруглым сварочным швом. Соединение внахлёст может быть сделано быстро остывающим электродом, но заполняющий электрод даст более гладкий шов. В плоском положении сварка называется горизонтальная ленточная. Нужно обсудить два угла. Один относительно металла и второй относительно собственного шва. Относительно металла угол электрода определяет положение ленты в соединении. Угол относительно шва угол управляет формой шва. Держа электрод перпендикулярно, тепло быстро нагревает металл, расширяя ванну для плоского шва. Если наклонить электрод назад, шов начнет выступать. Есть много переменных. Смотрите на ванну. Для 6010 и 6011 держите электрод почти перпендикулярно ко шву. С дугой на переднем краю ванна должна быть на нижнем краю. Толкайте ее вверх. Затем введите электрод к ведущему краю. Может понадобиться ускориться или замедлиться. Чтобы разделить тепло, переводите дугу на передний край, чтобы приплавить угол. Смотрите, как ванна плывет на верхнем краю. И привязывайтесь на нижнем. Быстро остывающий электрод дает отличный провар. И склонен сделать плоский или вогнутый шов. Даже на тонком металле можно делать второй проход для ленточного шва. Заполняющие электроды дают более гладкий шов. Удерживайте постоянный зазор дуги для ровного шва. Подбирайте скорость сварки и угол электрода, чтобы ванна всегда текла у верхнего края. Из-за того, что заполняющий металл дольше остается жидким, варите прямо без движений электрод. Удерживайте дугу на переднем краю ванны. На толстом металле у вас может не получиться сделать ленточный шов за один проход. Тогда можно сделать за два. Верхний, меньший и плоский. И перенести больше металла и закруглить шов на втором проходе. Может понадобиться сделать даже три прохода. На тяжелом шве используйте 7018, чтобы нижний шов не треснул. Кладите первый, приплавляя нижний конец. Отбейте шлаки, почистите шов металлической щеткой. Определите, как далеко должен быть шов. Держите электрод точно вверх, немного на шов. И варите, удерживая внешний край прямым. Наклонив электрод на соединение и перпендикулярно шву, вторым швом заполняйте до верхнего края. Потолочный ленточный шов похож на плоский, только более неудобный. Направляйте электрод в угол. Подберите его с учетом толщины металла. Держите электрод почти перпендикулярно шву. И смотрите на ванну возле края наложенного куска. Как только вы можете удержать заполняющий основной металл, от перегрева металл останется на месте. На вертикальном положении внешний край будет разогреваться сильнее, чем поверхность. Варите сверху вниз, немного наклонив электрод вверх, перенося тепло на задний кусок. Двигайтесь в угол и толкайте в ванну к краю. И назад наружу. Подберите скорость сварки, чтобы удерживать впереди ванну. И проверьте, что вы на переднем краю ванны в углу. Не будет роста шва при сварке вертикально вниз. Так что возможно понадобится второй проход. Вертикальный шов сварка вверх 7018 обеспечивает более крепкий шов. Также вы можете дать больше заполняющего металла за один проход. Всегда помните, что 7018 очень чувствителен к зазору дуги. Не прилепите его к краям, не удлиняйте дугу поперек скоса. Передавайте тепло на заднюю деталь. Как только ванна потечет, переходите в угол. Позвольте заполняющему металлу затечь на внешний край. Можно даже потянуть электрод назад, если надо, чтобы удерживать ровный зазор дуги. Назад в угол. Поперек немного замедлившись, чтобы ванна расплылась. Удерживайте поток в положении вверх и добавьте ток, чтобы не приходилось ждать, пока края свяжутся. Если что-то не получается при сварке вверх 7018, начните с электрода диаметром 3,2 мм. Меньшее ванное и поле легко управлять. Вы также можете сначала использовать шаг в проходе вниз 6010 и 6011. 6010, 6011 вниз, 7018 вверх, он обеспечивает хороший провар и заполняет углы. Легче удерживать постоянный зазор, чем вварить вверх. Для тяжелого металла нужен больший шов. Вы можете штабелевать сварочные швы, сторона к стороне или использовать плеточный шов. Соединение внахлест легко варить в любом положении. Внешний угол расплавится, особенно на тонком металле. Если верхний край неровный, выровняйте его шлифовальной машинкой. Снимите край, чтобы его выровнять. Т-образные соединения Заполняющий электрод также используется в Т-соединении. Оно очень похоже на сварку внахлест. Но тут нет внешнего края, который быстро нагревается. На Т-соединении верхняя часть шва будет требовать больше тепла. Поэтому наклоните электрод в угол, чтобы поднять ванну вверх. Если угол недостаточный, чтобы позволить сварочной ванне плыть вверх, остаются подрезы. С 60-10 и 60-11 всегда выносите тугу на передний край, чтобы сплавить края. Наклоните электрод, чтобы поднять ванну вверх. Смотрите наверх, чтобы избежать подрезов. Заполняющие электроды 60-13 и, конечно, 70-18 обеспечивают больший перенос металла. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно шву. Проверяйте, что ванна текучая сверху и снизу. Пробуйте удерживать постоянный зазор дуги и скорость сварки. Если нужен больший размер шва, попробуйте использовать электрод большого диаметра или наращивания швов. Потолочный похож на плоский. Держите электрод перпендикулярно шву и толкайте ванну вверх. Поддерживайте постоянный зазор дуги и скорость сварки, не позволяя уложенному металлу перегреваться. Для большего числа швов наращивайте их сверху вниз. В вертикальном Т-образном соединении легче варить вниз. Используйте измененное круговое движение, всегда двигаясь на переднем крае ванны и подталкивайте ванну в стороны. Ставьте ток достаточно большим, чтобы ванна расширялась. И двигайтесь достаточно быстро, чтобы оставаться впереди расплавленного металла. Смотрите на оба края, чтобы избежать подрезов по краям. 70-18 вверх позволит варить быстрее. Первый проход глубоко в углу. И наклоните электрод немного вверх. Обратите внимание на зазор дуги, когда идет вдоль металла, потом в угол по сторонам. И это незначительное движение немного в угол и поперек. Прихватывание электрода сбоку охладит шов. И удаление через шов даст больше тепла. Основная проблема при сварке вверху не удерживать правильное количество тепла. Если зазор дуги изменится, количество тепла меняется тоже. Тогда становится трудно управлять ей и удерживать металл от падения. Старайтесь удерживать зазор дуги. Как только ванна потекла в сторону, двигайтесь в угол дальше, на другую сторону. Когда ванна потекла, двигайтесь назад. Установите ток под скорость сварки, чтобы вам не пришлось долго ждать по краям. Когда вы наберетесь опыта, физического управления электродом, можете попробовать переносить большего металла вверх. Пока вы учитесь варить, сначала нужно уходить глубоко в угол. Поддерживать его одинаковым и избегать подрезов. Если нужен больший шов, управляйте зазором дуги на втором проходе. Это намного легче. В зависимости от установки тока, приостанавливайтесь и смотрите на края. Чтобы ванна выплывала, двигайтесь поперек быстрее. И потом медлите, когда ванна течет к другому краю. Просто из стороны в сторону. Продолжая движение вверх. Для тяжелого металла нужен больший шов. Вы можете наращивать швы край к краю. Или использовать шов в плетку. Два соединения в любом положении подтянут в направлении шва. Если вы можете достичь обе стороны, всегда варите одну сторону, затем другую, пока не кончится шов. Угловое соединение Последнее угловое соединение. В зависимости от положения сварки и как вы хотите закончить угол. Есть выбор в подготовке, чтобы обеспечить провар. На одной детали можно сделать скос под углом 45 градусов. Делайте его достаточно открытым, чтобы достать электродом до дна. Край скоса будет нагреваться быстрее, чем плоскость. Наклоните электрод на шов, чтобы привязать обе детали. Первый проход 60-10 и 60-11 дает хороший провар. И ими легче управлять на дне шва. 70-18 пробуйте 3,2 мм электрод для первого прохода. Особенно на горизонтальном и вертикальном положении. Делайте верх шва плоским, чтобы избежать захвата шлака и использования краем, как направляющих для крышки. На тонком металле вы можете прихватывать детали без скоса, а затем использовать болгарку, чтобы вырезать шов. Для некоторых проектов вы можете выбирать углы с квадратными краями. Угол также может быть подогнан с внутренними краями. Для максимального провара прихватите с небольшим зазором. Этот тип соединения требует меньшего приготовления металла. И для некоторых проектов можно полировать края шва или сделать скос через угол. В горизонтальном положении направьте электрод в угол. Почти перпендикулярно шву и удерживайте постоянный зазор туги. Когда обе детали имеют одну толщину, они должны нагреваться ровно и довольно быстро. 70-18 подберите скорость сварки, чтобы ванна текла возле верхнего и нижнего краев. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы металл не проседал. Из-за того, что оба края быстро прогреваются, заполняющий металл будет более жидкий. Оставляйте достаточно металла, но так, чтобы он не проседал. Надо сделать два прохода, чтобы заполнить соединение. Первый проход делайте так, чтобы он расплавил угол и нижний край. Используйте второй проход, чтобы заполнить вершину. Для толстого металла планируйте сварку, немного с углами между серией проходов. В вертикальном положении вниз делается более плоский шов и, возможно, будет требовать более одного прохода. При вертикальном вверх 70-18, внешние края будут быстро расплавляться. Попробуйте электрод меньшего диаметра для лучшей управляемости. Обращайте внимание на зазор дуги вдоль основного металла и в угол вдоль края. Продолжайте двигаться, немного колебаться на внешних краях. При любом типе углового соединения делайте так, чтобы толщина шва была равна толщине металла. Если есть вопросы к прочности шва, вы можете положить ленточный шов на внутренней стороне. Это будет стягивать детали внутрь. Когда возможно, всегда делайте сначала внешний шов. Я думаю, у вас появились идеи, как можно соединить две металлические детали вместе. Есть много различных возможностей для подготовки и подгонки, чтобы обеспечить провар способов изменения ухода металла и уменьшить количество переносимого металла. Независимо от типа соединения, над которым вы работаете, вам надо экспериментировать с током и углом электрода и скоростью сварки. Учиться управлять количеством переноса металла и понимать, сколько металла вы можете перенести до того, как он просядет или выпадет. Когда надо, подстраивайте скорость сварки, чтобы управлять ванной. И используйте угол электрода, чтобы управлять формой шва. Фокусируйтесь на сварочной ванне, смотрите на привязку краев и не перегревайте металл. Кроме того, потратьте свое время, изучите вопрос и работайте безопасно. Сварка с подачей проволоки Привет, меня зовут Стив Блайл, и я сварщик. Сварка с подачей проволоки стала стандартным в сварочной индустрии. При появлении недорогих сварочных аппаратов она применяется в разных мастерских, на фермах и ранчо, и даже в домашних условиях. Есть несколько руководств по процессам сварки с автоматической подачей. Мы будем изучать газ-металл дуговая сварка. Она часто называется МИК. Этот процесс использует непрерывную цельную проволоку вместе с внешним защитным газом для защиты расплавленного металла от контакта с окружающим воздухом. Сварочная ванна и шов легкоуправляемые, и шов фактически свободен от шлака. Этот процесс сначала был использован в промышленности. В середине 1940 года высокая скорость результирующей сварки тяжелых алюминиевых листов использовалась цельная проволока и инертный газ, аргон или гелий, и называлась МИК, металл в инертном газе. Эти защитные газы плохо работали для сварки углеродистой стали, и процесс не был широко распространен до тех пор, пока не были разработаны новые виды проволоки для работы в окисе углерода или смеси углекислоты с аргоном. Из-за того, что углекислота не инертный газ, термин МИК технически некорректный. Но все привыкли его использовать, это очень узнаваемый термин. Но общество американских сварщиков называют его дуговая сварка металла в газе или газ, защищающий проволоку. Это относится ко всем типам цельной проволоки и защитного газа. Сварка с подачей проволоки заслужила репутацию действительно простой. С нее легко и приятно начинать изучать любой тип электросварки. Расстояние, которое проходит дуга от электрода до металла, называется дуговой промежуток, и он очень важен. С подачей проволоки, если напряжение и скорость подачи проволоки установлены правильно, сварочный аппарат автоматически поддерживает этот промежуток, даже если есть небольшие изменения в положении горелки. Вы можете варить с первого нажатия кнопки, но это не сильно отличается от того, как это делается в процессе с ручной подачей. Сварочное оборудование управляет дугой, поставляет проволоку и подает защитный газ. Но сварщику все равно надо удержать положение горелки, направление сварки и скорость движения, а также подготовку металла и подгонку соединения. Часть зависит от аппарата, а другая часть относится к искусству сварщика. Тут нет ничего особенно сложного. Чем больше вы изучите технические аспекты, тем более подготовленным вы будете. Независимо, работаете ли вы сварщиком, или варите в вашем гараже. Оборудование Типичный набор для сварки с подачей проволоки содержит источник энергии, устройство подачи проволоки и горелку в сборе и клемму с земли, а также баллон высокого давления с измерителем расхода. Это аппарат все в одном. Источник энергии и устройство подачи проволоки объединены. На производстве используется более мощное оборудование, и тогда источник проволоки может быть отдельным от источника энергии, независимо от размера и типа марки. Все машины делают одно и то же. Дают ток, подают проволоку и регулируют поток газа, то есть у них одинаковые составляющие. Сварочные аппараты с подачей проволоки имеют источник постоянного тока со стабильным напряжением. В частности, эта машина выпрямляет переменный ток на входе и преобразует его в постоянный ток, который подается на сварочную проволоку. На постоянке направление тока определяется его полярностью и определяется тем, как провода подключены к клеммам. Сварочная проволока разработана для определенной полярности, и обычные проволоки для сварки углеродистой стали используют постоянный ток плюс на горелке. Провод, подведенный к проволоке, подключен к положительной клемме. Проволочники полуавтоматы ПАА используют СИВИ, источник энергии постоянного напряжения, это отличается от электродной сварки. Эти сварочные машины дают постоянный ток. Пока вы варите, ток и напряжение подстраиваются так, чтобы дуга удерживалась. В проволочнике это происходит, когда горелка находится ближе или дальше от металла. Источник энергии постоянного напряжения старается удерживать постоянное напряжение, а ток может меняться, обеспечивая ток, необходимый для горения проволоки, и поддерживание дуги. Источник энергии СИВИ быстро стабилизирует узел подачи проволоки и работает с постоянной скоростью. Весь узел подачи проволоки вполне простой. Есть шпиндель для катушки с проволокой, с фиксатором, входящим в заднюю часть катушки. Шпиндель поджимается так, чтобы, когда устанавливается узел, катушка тоже останавливалась и не продолжала вращаться. Проволока должна выходить относительно прямо. Через направляющую входит в канавку подающего ролика, стальную направляющую горелку в сборе. Ведущее колесо разработано для определенного размера проволоки, что обозначено сбоку на ролике. После этого его надо поджать достаточно, чтобы проволока не проскальзывала. Кроме стальной направляющей, горелка в сборе содержит также шланг для защитного газа. Сварочный провод передает ток на контактный наконечник. Таким образом, на сварочную проволоку подается энергия. Управляющий провод подключен к кнопке, на конце горелки расположен изолятор и держатель, контактный наконечник и сопло. Контактные наконечники идут разных размеров для разных размеров проволоки. Также идут различные длины. Для сварки в среде газа контактный наконечник должен быть почти вровень со срезом сопла. Когда вы устанавливаете новую катушку с проволокой, после вставки проволоки в направляющий и податчик закреплен, закройте крышку, включите машину и распрямите провода. Нажмите кнопку. Должен быть очень маленький зазор между проволокой и контактным наконечником. Хорошо бы вытащить сопло и наконечник перед появлением проволоки. Наконец, о защитном газе и измерителе расхода. Это баллон высокого давления. Он может быть накачан до 150 атмосфер. Вам необходимо защитить кран от повреждения. Когда баллон не используется, он должен быть пристегнут. Если вы его не используете или хотите его переставить, вам надо закрыть защитой вентиля, даже если баллон пустой. Измеритель расхода помогает регулировать расход газа, измеряется в кубических футах в час. Есть разные редукторы. Манометр высокого давления показывает давление внутри баллона, а другой используется для регулирования потока газа. Перед открытием баллон надо поднять устройство вентиля. Если что-нибудь пойдет не так, медленно отщелкните кран, затем открывайте его до упора. Кран высокого давления имеет два седла. Одно для закрытия баллона, а другое, чтобы уплотнить ось, когда баллон открыт, поэтому открывайте баллон до упора. Независимо от вида измерителя потока, вы можете выставить более точные установки с измерителем потока газа. Поэтому нажмите кнопку горелки. В идеале минимальный поток газа, чтобы защитить сварочную ванну. Обычно 20 атмосфер. Излишний газ будет охлаждать ванну. Если вам не будет хватать газа, по какой-нибудь причине, это вызовет парообразование в сформированном шве. Когда установлен поток газа, откусите излишнюю проволоку, и мы готовы к сварке. Это не производственное оборудование, но даже маленькие сварочные аппараты хорошо сделаны. Они обеспечивают, чтобы проволока двигалась равномерно. Поэтому посмотрим, на что надо обратить внимание. Когда мы варим, металл будет горячий, и его брызги будут лететь из расплавленной ванны. Регулярно проверяйте сопла и очищайте нарост от брызг. Есть разные продукты от брызг. Например, Депор спрей. Он не прекращает брызгание, он просто защищает от прилипания. Также стоит проверить, чтобы не было брызг на контактном наконечнике. Он не только удлиняет наконечник, но также зажимает проволоку, ухудшая подачу. Проволока также может сгорать внутри, прилипая к наконечнику. Это обычно происходит, когда вы начинаете дугу, особенно в неудобном положении, или когда металл загрязнен. Хорошо бы иметь на руках несколько сменных контактов наконечников. Сопло, когда его прижимают или двигают, легко повредить. Если оно шевелится, надо сменить изолятор. Насколько чистой и сияющей выглядит проволока из магазина. Она поступает уже с покрытием. В то место, где проволока входит, может появиться нарост, мешающий подавать проволоку. Необходимо установить очиститель, чтобы весь механизм работал без перебоев. Очень сложно сделать нормальный шов, если плохо подается проволока. Обычно проблема не с оборудованием. Скорее проблема с загрязнением. Если шов начинает плеваться, потратьте время, чтобы все было чистым, и обеспечьте хорошие условия работы. Заполняющая проволока и защитный газ. С увеличившимся использованием газовой дуговой сварки металла было разработано много разных проволок и газов. Помните последние годы и появление небольших сварочных машин? Этот процесс был популярным для сварки общего назначения. Он был доработан и широко использован, чтобы увеличить скорость промышленной сварки. Вы увидите большинство газов и проволок для скоростной сварки. Это основные проволоки-присадки для углеродистой стали. Обычно используется ER-70S6. Все эти проволоки имеют прочность на разрыв 49 кг на миллиметр. Это указывается цифрами 70. Сила разрыва – это сила для разделения на части. Разница между типами проволоки заключается в тип количестве химических присадок. Они называются раскислители. Они помогают избежать поверхностного окисления и удерживают газ от сварочной ванны. Вы видите, что есть небольшое количество шлака на шве. ER-70S6 содержит много кремния и магния. Она немного более дорога, но делает хороший шов в разных сварочных ситуациях. Диаметр проволоки выбирается из количества требуемого шва и скорости переноса. 0,58 мм используется для малых сварочников. 0,76 используется для приборного металла. В сварочной индустрии 0,89 считается наиболее эффективное для сварки металла толщиной до 4,7 мм. 1,44 используется для металла толщиной более 6,4 мм, которые обеспечивают хорошую скорость заполнения. Для сварки общего назначения требуется различная скорость заполнения для металла различной толщины. Размеры проволоки обычно используются тонкие для проволоки типа 0,89. Для настройки машины на большую толщину металла лучший результат даст, если взять толстую проволоку 1,44 и работать с перерывами, чтобы дать остыть аппарату. Для защиты углеродистой стали обычно используется смесь углекислоты и аргона. Основная работа защитного газа – закрыть сварочную ванну и предотвратить контакт с кислородом и азотом воздуха. Этот газ также влияет на характеристики дуги. Дуга создает поток горячего электрически заряженного газа. Чистая углекислота плохо проводит ток и требует большого напряжения. Широкий столб дуги в нем выделяет много тепла и вызывает излишнее окисление, что приводит к глубокому проникновению и проплавлению шва. Все это помогает дуге делать крепкий шов. Проблема чистой углекислоты, что она недостаточно открывает шов. Высокое напряжение дает жесткую дугу и сильно брызгается, и колышет сварочную ванну. Ею становится тяжело управлять. С другой стороны, чистый аргон слишком хорошо проводит ток. Требуя меньше напряжения, аргон делает узкую плотную дугу, в окружающем потоке малой энергии. Для углеродистой стали чистый аргон будет греть в центре, и заполняющий металл не будет приплавляться по сторонам. Тогда как смесь углекислоты с аргоном в различных количествах производит достаточной энергии при маленьком напряжении. Смесь выбирается исходя из энергии дуги, которую надо обеспечить. Большинство обогащенных аргоном смесей используются в высоковольтной промышленной сварке. В некоторых ситуациях из-за того, что аргон уменьшает количество энергии, добавляется некоторое количество кислорода, чтобы интенсифицировать процесс. Для общей сварки в любом положении, которая использует низкие установки напряжения, СО2 обычно смешивается с 75% аргона. 25% СО2. Это обеспечивает энергию дуги, достаточную для хорошего проплавления шва. Перенос металла В газовой сварке металла, когда вы нажимаете кнопку горелки, происходит сразу три вещи одновременно. Цепи подают энергию на проволоку. Соленоид открывает клапан защитного газа, и включается подача проволоки. Когда проволока касается металла, начинается дуга, и создается сварочная ванна. Все работает вместе для обеспечения стабильного переноса металла с проволоки в сварочную ванну. Поэтому вам нужно понимать особенности проволочной сварки. Если вам надо больше переноса металла, или вам надо больше тепла для улучшения проплавления, просто нужно настроить сварочник. Каждый из них работает в широких пределах. Напряжение и скорость подачи проволоки их нужно выбирать в определенных соотношениях. При более низком напряжении, когда проволока касается основного металла, ток вызывает перегрев конца проволоки, и она отгорает с дугой. Горячий газ окружает и расплавляет присадку и основное металлсплавление. Из-за постоянной подачи проволоки происходит зазор дуги, она снова касается горячего участка. Снова нагревается, отгорает дуга, происходит сплавление. Это называется перенос коротким замыканием. И повторяется 15-20 раз в секунду, производя характерный звук. Очень легко контролируемую сварочную ванну. Поджиг и потухание дуги. Позволяет металлу достаточно охладиться, чтобы можно было варить в любом положении, нижнем, горизонтальном, вертикальном или потолочном. Считается, что перенос коротким замыканием происходит при установках напряжения меньше 22 вольт. Тут описано, для чего может использоваться сварка с коротким замыканием, приборы и трубки, орнаменты и легкие конструкции. В ситуации, когда нужен больший провар или широкий шов, напряжение и скорость подачи могут быть увеличены. Начинает напряжение 22 вольт. Проволока не может пересечь разогретую дугу. И начинается открытая дуга, горящая все время. Горячий газ создает постоянный поток дуги и плавит основной металл. В смеси СО2 75% 25% наполняющего газа перенос металла происходит через дугу под расплавленным шаром. Это называется сферический перенос. Он производит глубокое проникновение и хорошее проплавление присадки основного металла. Из-за количества тепла при сферическом переносе сварочная ванна очень жидкая. В этом режиме можно варить в нижнем положении или горизонтальном положении. Это делает крепкий шов и большую скорость сварки. Но дуга в среде СО2 75% 25% позволяет некоторым каплям убегать и вызывает значительное разбрызгивание. Для конструкции с небольшим количеством швов этим можно пренебречь. Но в производстве оно нежелательно, потому что на очистку требуется время. Тогда в игру входят различные защитные газы. Переключаясь на смеси, богатые аргоном на высоком напряжении, плотный концентрированный дуговой поток вызывает разрывание заполняющего потока на небольшие кусочки. Это называется перенос разбрызгиванием. Небольшие брызги пересекают дугу в направлении сварочной ванны. Эти процессы с подачей проволоки обычно используются для эффективной быстрой производственной сварки с толщиной металла 9,5 мм. Итак, снова из-за количества тепла и свариваемого металла, позиция в которой можно варить с помощью переноса разбрызгивания может быть только нижнее положение. Эта таблица описывает модель переноса в широком диапазоне. Напряжение и скорость сварки, которые делают металлогазовую сварку, настолько гибкой. Здесь установки аппарата для сварки проволокой 0,86 мм газом СО2 75-25%. В абсолютно любом положении. Попытаемся поварить. Сварка в любом положении. Как в любом другом способе сварки, сварка с подачей проволоки дает немного искр, поэтому будет некоторое количество брызг. Защитите себя хорошими перчатками, шапкой и, как всегда, защитными очками. Кроме летающих искр, загрязнения могут отскочить от поверхности металла в процессе остывания. Проверьте маску, чтобы фильтры были чистые. В промышленности рекомендуется фильтры номер 10. Для широкого диапазона сварки с замыканием я использую номер 9, он несколько более светлый. Этот тип сварки во многих ситуациях идет по ходу и хорошо видно, куда вы движетесь. Используйте прозрачное пластиковое стекло, чтобы защитить затемняющий фильтр с обеих сторон и проверьте, чтобы не было просветов, чтобы свет не проникал внутрь маски по краям фильтра. В идеале, клемма земли должна быть присоединена прямо на металл, который сваривается. Это не всегда возможно, иногда она крепится к рабочему столу. Из-за того, что сварка требовательна к точному напряжению, проверяйте, что земля чистая. Если проволока искрит вначале, или на протяжении сварки, или дуга, кажется, не хочет удерживаться, проверяйте клемму земли. Чтобы начать сварку, откусите проволоку, чтобы горелка могла быть близка к металлу. Встаньте устойчиво, используйте обе руки для удержания горелки податчика проволоки, поддерживая одну руку другой. Подвиньте голову, чтобы видеть расплавленный металл. Когда вам будет удобно, можете потянуться или кивнуть, чтобы отрегулировать маску так, чтобы она опускалась кивком. Нажмите кнопку. Управляйте сварочной ванной дистанцией, от металла до горелки. Когда дуга загорелась, то наклоном горелки и скоростью сварки для сварки с подачи проволоки контактный наконечник должен быть почти вровень с топлом. Длина проволоки, торчащая из контактного наконечника, называется вылет электрода. И вылет проволоки влияет на количество тепла во время сварки. Источник энергии с постоянным напряжением удерживает зазор дуги и обеспечивает достаточный ток, чтобы сжечь проволоку. Для обычной сварки рекомендуемый вылет проволоки из контактного наконечника от 6 до 9 мм. И если проволока будет длиннее, то она будет перегрета. Будет уменьшаться ток, необходимый для сжигания проволоки, и уменьшится количество тепла в сварочной зоне. Опуская горелку вниз, мы уменьшаем вылет электрода и увеличивается ток и количество тепла для хорошего проплавления. Расстояние от горелки до металла позволяет сварщику немного изменить количество тепла. Поэтому хорошее начало это когда горелка близко к металлу, увеличивается ток и тепло. Когда металл заполняет зазор, можно слегка отодвинуть горелку, уменьшая тепло и ограничивая проникновение. Будьте осторожны, чтобы не отодвинуть горелку слишком далеко, тогда дуга станет слишком холодной и не будет проплавляться. Если защитного газа не хватает, тогда будет вызываться порообразование на шве. Для большинства сварочных ситуаций прижмите горелку так, чтобы начать шов. Потом старайтесь удерживать постоянный вылет проволоки от 6 до 9 мм. С зажиганием и потуханием дуги во время переноса коротким замыканием сила дуги недостаточно, чтобы направить заполняющий металл внутрь шва. Для провара и проплавления шва надо удерживать проволоку и дугу на переднем краю сварочной ванны. Это очень слабо заметно, где проволока касается сварочной ванны. Есть большая разница, если проволока направлена на заднюю часть ванны, и металл течет перед дугой, формирующий шов нагревается. Этого недостаточно, чтобы расплавить основной металл. Шов начинает нарастать на вершине без прикосновения и приплавления к основному металлу. Это общая проблема. Отлично выглядящий шов не держит металл вместе. Для хорошего проплавления удерживайте короткий вылет проволоки и держитесь впереди шва, удерживая проволоку на переднем краю ванны. Горелку можно держать вертикально, это будет направлять тепло дуги в основной металл. Автоматическая сварка обычно настраивается таким образом, но во многих производственных ситуациях сопло смотрит в сторону. Так как сложно видеть, что происходит и как формируется шов, наклоните горелку для лучшей видимости сварочной ванны. Надо избегать слишком большого наклона горелки. Увеличенный вылет проволоки уменьшает ток, сделает шов холодным. Шов можно вести в обеих направлениях. Это другой метод влияния на провар форму и качество шва. Обратный наклон или тянуть шов, наклоняя горелку на шов. Тепло дуги направлено в сварочную ванну, делает ее более жидкой. В общем, это позволяет делать шов крупнее. И вы можете наблюдать ванну. В переднее положение или толкание шва, горелка наклонена в направлении движения, тепло дуги направлено вдаль от шва, позволяя сварочной ванне остывать быстрее. Это ограничивает проникновение, делает более плоский шов. И вы видите, что вы делаете. С передним наклоном вам нужно быть осторожным, удерживать горелку у переднего края и не оставлять большую ванну перед дугой. Для большинства швов вы можете просто использовать перпендикулярное положение горелки. Правильный вылет проволоки и скорость перемещения обеспечивают хорошо выглядящий шов с ровным проникновением и проплавлением. Вы также можете использовать слабые движения стороны в сторону, чтобы смотреть внешнюю сторону и часть ванны. И проверяйте, что шов идет прямо. В ситуации, когда требуется больше движения горелкой, новые или новые вверх-вниз, удерживайте дугу в передней части ванны. Есть и исключения. Но для проволочника вам надо избегать широких движений горелки. Это делает ванну тяжелоконтролируемой. Если нужен больший шов, вы можете увеличить скорость движения и напряжение. Чтобы наварить больший шов или переключиться на больший размер проволоки, для широких швов вы также можете делать край к краю перехлестнутые швы. Скорость сварки. Это насколько быстро вы можете двигать горелку, зависит от того, как много тепла в шве. Вам надо двигаться вдоль, чтобы избежать излишнего наплавления. Но также надо дать дуге достаточно времени, чтобы расплавить основной металл. Позволить заполняющему металлу натечь сверху и приплавиться по краям. В некоторых случаях вы можете увидеть это, смотря на край сварочной ванны. Если скорость движения слишком велика, металл не имеет времени прогреться. Шов будет складываться на вершине шва. И может даже не приплавляться к основному металлу. Если двигаться слишком медленно, обычно накладывается дуга к дуге и проволока на вершине шва, вызывая излишний рост шва, и уменьшая количество тепла, поступающего к основному металлу. Немного ускоряясь и замедляясь, скорость подачи – это главный метод, используемый во время сварки, используемый для управления размера шва и обеспечивающий хорошее проплавление шва. Проверяйте, что края ванны по сторонам проплавились. Смотрите на вершину шва, чтобы избежать излишней высоты шва. Один из наиболее важных аспектов для успешной сварки – это установка напряжения и скорость подачи проволоки. Обычно ручка управления напряжением задает количество тепла, доступного для сварки, а скорость подачи проволоки определяется размером шва. Есть две настройки, которые надо выбрать. Сначала напряжение и скорость устанавливаются для обеспечения количества тепла и скорости переноса, требуемого в конкретной сварочной ситуации. Второе – это самое важное. Напряжение и скорость проволоки всегда изменяются вместе, обеспечивая стабильный перенос заполняющей проволоки в сварочной ванне. Это значит, что каждый раз, как вы увеличиваете скорость проволоки для большего шва, вам также нужно увеличить напряжение. То же самое, если вам нужно больше тепла для лучшего проникновения, вы можете увеличить напряжение. Но вам также надо увеличить скорость проволоки. Настраивайте эти два параметра вместе для оптимального переноса металла. Сварочная промышленность и скорость проволоки и напряжение устанавливаются на максимальный перенос металла. Для мелких мастерских эта идея по максимальному переносу не всегда нужна, или нежелательно, особенно когда вы учитесь варить. Определенное количество тепла требуется для хорошего проплавления. Сварочные таблицы расположены на аппарате или же в инструкции, обычно отражают минимальное напряжение и скорость проволоки для определенной толщины металла. Эти таблицы не берутся в рассмотрение. Положение сварщикам и его способностей, если вы умеете управлять теплом, вы всегда можете увеличивать установки. Для большей скорости сварки лучшего проникновения основная цель при разработке проволочников была скорость. Например, если вы работаете с 4,7 мм металлом, скорость проволоки подстраивается под перенос металла для 5 мм стали и комфортабельно делается за один проход. Когда искусство обращения сварщика с горелкой растет, более высокие установки подачи проволоки могут быть использованы, и увеличенная скорость сварки позволит больше варить за меньшее время. Когда установлена скорость проволоки, напряжение установлено, и оно обеспечивает стабильный оптимальный перенос. Сварочная ванна должна течь сторонами очень управляемо, и окончательный шов будет фактически ровный. Если напряжение установлено слишком большим для скорости проволоки, длина дуги увеличится, больше тепла в ванну. Ванна более жидкая и оживленная, ей становится тяжело управлять и начинается излишнее разбрызгивание. Если напряжение мало для скорости проволоки, дуга будет укорачиваться, и проволока будет втыкаться в ванну. Дуга будет нестабильной и не будет хватать тепла для расплавления наполняющего металла и основного металла, и ванна не будет с жидкой на краях. Конечный шов будет выпуклым. Для переноса коротким замыканием оптимальное отношение между скоростью проволоки и напряжением может быть построено по звуку дуги. Начинайте с напряжения великоватого для скорости проволоки. Звук дуги нерегулярный. Когда напряжение уменьшится, звук дуги будет более гармоничный. Когда напряжение мало для скорости проволоки, звук станет нерегулируемым снова. Для стабильного переноса металла звук наиболее гармоничный. Вы можете делать это, когда вы варите на тестовом куске металла, или изменять напряжение, или скорость проволоки, Если ваш аппарат управляется резистором и может подстраиваться непрерывно, если ручка управляется секциями, вы не можете изменить значение правильно. Независимо от скорости проволоки и напряжения, вам нужно изменять эти два параметра вместе, чтобы обеспечить оптимальный перенос металла почти без брызг. Самая большая проблема в газометаллической сварке – это излишнее охлаждение. Сварка работает хорошо, если аппарат установлен насколько горячо, насколько вы можете его сделать. Больше тепла делает лучшее проплавление и более гладкий шов. Попробуем установки для разных толщин металла, крутим скорость и напряжение вместе. И делаем учебные швы. Если слишком много металла и он не может удерживаться в ванне, покрутите установки вниз, если вы думаете, что справитесь с большим количеством тепла, добавляйте. Конечные установки определяются наблюдением за сварочной ванной, горящей дугой и изучением получившегося шва. Гладкий ровный шов получается с тренировкой, но края должны быть приплавлены к основному металлу. Если края нависают над металлом, скорость перемещения слишком мала, и слишком малы установки напряжения и подачи проволоки. Если шов выпирает, не растекается по сторонам, наверное, вы варите слишком быстро, слишком велик вылет проволоки. Или напряжение и скорость подачи проволоки слишком малы. Если идет излишнее разбрызгивание, напряжение велико для скорости проволоки. Если шов плоский и растекшийся по поверхности, это значит, что вы накрутили аппарат слишком сильно и не справляетесь, или проволока направлена на заднюю часть ванны. На конечном шве, который имеет правильный размер, форму и приплавлен к основному металлу, это все сбалансировано. Ну, вот и все об основных миг сварки металла. Хорошая чистая земля. Используйте короткий вылет проволоки для горячего старта. Удерживайте вылет проволоки от 6 до 9 мм для хорошего проникновения. Наклоните электрод для охлаждения ванны заполняющим газом. Толкайте шов, чтобы ограничить проникновение и видеть, куда вы движетесь. Тащите шов для его наращивания. Устанавливайте скорость проволоки и напряжение достаточно большими, чтобы было хорошее проплавление. И настройте аппарат для стабильного переноса металла. Не торопитесь для того, чтобы ванна растеклась и приплавлялась по краям. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы быть на переднем краю ванны и избегайте излишней толщины шва. Итак, это были демонстрации в нижнем положении. В горизонтальном мы будем варить поперек. Из-за того, что шов должен остывать быстрее, чтобы он не просел или стек, слегка наклоните горелку вверх и в направлении движения удерживайте тепло дуги подальше от шва. Двигайтесь вперед, удерживая проволоку на передней части ванны, и удерживайте постоянную ширину дуги и вылет электрода. Если шов проседает, проверьте, что горелка не смотрит на ванну. Потом попытайтесь увеличить скорость сварки, чтобы оставить основной металл холоднее. Вертикальный шов в режиме короткого замыкания делается сверху вниз. Тепло поднимается, поэтому вы уходите от тепла. Это делает основной металл холоднее. Немного наклоните вверх горелку, чтобы тепло удерживало ванну. Двигайтесь прямо вниз или со слабым движением из стороны в сторону. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы опережать расплавленный металл. Удерживайте проволоку на переднем крае, чтобы был провар. И смотрите по сторонам, чтобы шов был прямым. Если вы можете двигаться достаточно быстро и управлять швом, вы можете добавить скорость проволоки и напряжение, при условии, что наполняющий металл не слишком жидкий. Сварка потолочного шва проволокой, как и любой другой сварочный процесс, нетрудная. Она просто неудобная. Для потолочной сварки вам нужно удобное положение, чтобы вы могли управлять горелкой. Наклоните горелку в направлении движения, чтобы тепло было подальше от шва. Когда вы варите потолочный шов, двигайтесь, не старайтесь получить больший шов. Когда научитесь, вы сможете переносить больше металла. Держите горелку прямее, с легким движением из стороны в сторону. Если у вас не получается варить над головой, проверьте правильность вылета проволоки. Или другую скорость сварки. Когда варите, позволяйте в ванне расплавляться, чтобы перевязать ее. Недостаточно быстро, чтобы избежать перегрева и излишнего нарастания шва. Одно из достоинств проволочника, это легкость в работе. Начать делать хороший шов не займет много времени. Поэтому тренируйтесь в сварочных швах. Первый шаг – подготовка металла. Нужно убрать абсолютно всю ржавчину, краску, масло, все с металла. Даже потемневший металл. Загрязнения часто вызывают газоотделение, что приводит к порам в окончательном шве. Загрязнения также забирают тепло, которое должно было идти в основной металл, ограничивают проплавление шва, особенно по краям. Потому что металл не догреет до плавления. В многих ситуациях вы найдете, что металл разогревается довольно долго. И когда он сваривается, есть четыре типа сварочных соединений. Встык, внахлёст, Т и угловое. Начнем со встык. Очень тонкий металл сваривается внахлёст. Но если проект требует сварки встык, надо потратить время на точную подгонку. Любой зазор вызывает проплавление краев, что приведет к дырке. В нижнем положении толкайте шов, чтобы получить провар. Но это не всегда возможно в вертикальное движение. Вниз хорошо на тонком металле. Потому что металл остается холоднее. Если металл более толстый, оставляете небольшой зазор для более глубокого проваривания. Делайте его одинаковым, чтобы удержать одинаковую скорость сварки. Хорошая подгонка позволяет сделать хорошо выглядящий и крепкий шов. В идеале шов должен давать стопроцентный провар. Это происходит не всегда. Но варите так глубоко, как только можете. Для максимальной прочности вырежьте металл с другой стороны и заварите его до полного провара. Когда металл становится толще трех миллиметров, вы можете делать более широкий зазор или обработать края. Кроме обеспечения глубокого шва, края металла быстро расплавляются, и заполняющий металл приблавляется по внешним краям. Если надо подогнать тонкие листы, вы можете сделать это шлифовальной машинкой. Для толстого металла собирайте стык с зазором от полутора до трех и одной миллиметра. Используйте уобразное движение. Удерживайте дугу в начале ванны, на краю металла, перенося проволоку через зазор. Чуть-чуть через заднюю часть ванны и на другую сторону шва взад и вперед удерживая дугу очень глубоко, внутри соединения. Если проволока проскочит внутрь шва, она отгорит и оставит холодную проволоку в шве. В зависимости от толщины металла, возможно, что вы не сможете заполнить соединение за один проход. Конечный шов можно использовать слабые движения из стороны в сторону. Удерживайте дугу на передней части ванны, двигаясь достаточно широко, чтобы покрыть края шва. Идея в том, чтобы не сделать весь необходимый шов. Толщина шва должна быть равна толщине металла. Металл должен быть глубже внутри соединения. Сварка внахлёст очень простая. Еще она называется ленточная сварка. На тонком металле делайте прихватки, чтобы металл не расходился. Если шов будет косметическим, можно шлифовать шов. Толкайте шов в нижнем положении для управления проваром или для вертикального положения. Варите сверху вниз. Для более толстого металла шов должен расходиться в стороны и вверх на толщину металла. Держите горелку почти перпендикулярно соединению. Или немного наклоняйте горелку, чтобы толкать шов. Если тянуть шов, то его середина будет расти над металлом вверх. В соединении верхний край будет прогреваться сильнее, чем низ. Поэтому направляйте тепло дуги вниз. Если шов не ровный, тогда нужно просто поправить угол расположения горелки, чтобы шов был правильный. Перенос проволоки зависит от скорости сварки и скорости подачи проволоки. Вы можете использовать слабые движения горелкой, но если вы справляетесь с теплом, увеличьте подачу напряжения, чтобы увеличить перенос. Заполняющий шов используется для Т-образных соединений. Это очень похоже на шов внахлёст. На тонком металле, сверху вниз, делается хорошо выглядящий шов. Но то, для чего была сделана металлогазовая сварка, это сварка толстого металла. Нужно высокое напряжение, чтобы обеспечить хороший провар. Обеспечить стабильный перенос металла, а также большую скорость проволоки. Если к этому моменту вы не можете управлять ванной, процессом ванна выпадет. Вы можете сделать шов, увеличив скорость сварки. Чтобы избежать излишнего нарастания шва, много проходов, чтобы увеличить размер шва. Угловое соединение подгоняется несколькими путями. Края могут быть перекрыты со швом на внешней стороне. Для тонкого металла в вертикальном положении попробуйте сварку сверху вниз. Для толстого металла вырежьте канавку на одной из сторон. Вы можете варить прямо на соединении. Также можно добавить заполняющий шов изнутри. Но тогда появится тенденция к загибу деталей в направлении заполнения. Уголок также можно оставить по внутренним краям. Постарайтесь оставить зазор для проваривания. Этот тип обеспечивает хорошо выглядящий крепкий шов. Его легко варить. Тренируйтесь делать различные швы. Смотрите на сварочную ванну, изучайте получившийся шов. Даже пытайтесь сломать его, чтобы посмотреть, как заполняющий металл приплавился к основному металлу. Большая часть обучения сварки состоит в том, чтобы найти, что работает для вас. Шаровой и пылевой. Мы показывали сварку во всех положениях для переноса металла коротким замыканием. Для лучшего переноса и провара, используя ту же проволоку, вы можете увеличить напряжение и скорость подачи больше, чем на 22 вольта. У вас появится открытая туга, и получите шаровой перенос на СО2-7525, или капельный перенос на богатым аргоном смесями. С точки зрения сварщика, они похожи, но для высокоскоростной сварки разница проста. Из-за количества тепла в заполняющем металле он используется только в нижнем положении, или для горизонтального заполнения, которое можно считать плоским. Контактный наконечник немного внутрь, и используется более длинный вылет электрода на 12 мм. Слегка наклоняйте горелку, чтобы толкнуть шов, направляя тепло от сварочной ванны. Направляйте проволоку на шов. Нажимайте кнопку и старайтесь быть впереди ванны. Когда остановитесь, изучите получившийся шов. Вам надо будет изменить скорость сварки и угол горелки для правильного расположения металла. Для настройки с высоковольтной дугой вам больше не получится использовать звук. Но они все настройки также производятся вместе. Скорость проволоки устанавливается, чтобы формировать требуемый шок. На картинке, как здесь, шкала означает проценты от максимальной скорости проволоки, которая обычно 30 см в секунду. Собственно, каждое деление это 3 см в секунду. Для проволоки 0,88 мм начните с 18 см в секунду. Напряжение начинайте с 25 вольт. В зависимости от смеси защитного газа напряжение управляет длинной дуги. Если напряжение великовато, дуга будет длинная. Направляя тепло в ванну, ей становится трудно управлять. Если напряжение низковато, проволока втыкается прямо в ванну, вызывая вспышки и излишнее разбрызгивание. Установите напряжение для короткой дуги. Шаровая переноса для 75-25 СО2 будет вызывать брызги. Так что берегитесь. Капельный перенос в газе богатым аргоном с установкой подачи напряжения для короткой дуги почти не вызывает брызг. Оба шаровой капельный переносы могут быть использованы при любой толщине металла, который может быть прогрет. В производстве капельный перенос рассматривается как самый эффективный для сварки металла толщиной до 9 мм. Остальные сварочные процессы, используемые для более толстого металла, с большей скоростью переноса и большей скоростью сварки. Итак, все. Я думаю, вам все понятно, что делать и на что смотреть. Проволочная сварка это прежде всего необходимость положить требуемое количество металла с хорошим проплавлением, размер шва, контролируется скоростью сварки и проволоки, теплота сварки определяется напряжением, скоростью сварки и вылетом электрода. Привыкните к оборудованию и обслуживайте его, чтобы проволока подавалась ровно, очищайте металл и потратьте время для подгонки соединения. Тренируйтесь варить в разных положениях. Крутите одновременно скорость проволоки и напряжение для стабильного переноса металла. Удерживайте проволоку на передней стороне ванны для лучшего провара. Смотрите на стороны и на шов над швом. От всей души желаю вам научиться быть хорошим сварщиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok